Всех приветствую! Вот есть у меня такое устройство марки Буро или Бюро, что они тут имели в виду, я не знаю. Ну в общем, я такие устройства называю не иначе как удлинителями. Но еще могу понять, когда их называют какими-нибудь там разветвителями или переносками. Потому что именно так их люди обычно используют, как удлинитель или разветвитель питания, или как переносную розетку, то есть переноску. Почему-то очень многие люди называют вот эти штуки сетевыми фильтрами. У меня вопрос, а что, действительно кто-то их использует для фильтрации? Вот целенаправленно покупают устройство, которое будет фильтровать какие-то помехи определенные. Чего-то я очень в этом сомневаюсь. Ну да ладно. Почему именно это устройство меня заинтересовало? Ну помимо того, что это нормальный в принципе удлинитель со встроенной даже USB зарядкой. Но тут производитель акцентирует внимание на том, что именно это фильтр. Спереди об этом просто написано, а вот сзади тут уже прям все расписано подробно. Он испытан на специализированных стендах, каких непонятно. Есть у него защита от импульсных помех, от высокочастотных помех, ну и так далее. Тут вон время реакции этой защиты указано там все на свете. Полоса частот. Вот, в общем, все очень подробно расписано. То есть, производитель именно вот акцентирует внимание на том, что это фильтр. Он должен что-то фильтровать. Он должен делать это хорошо и все такое прочее. Ну, поэтому у меня возникло такое желание проверить, а действительно ли все, что здесь написано, это правда, ну хотя бы наполовину. Вот. Я не буду, конечно, испытывать это устройство на специализированном стенде, которого у меня нет. Но вот разобрать эту штуку и посмотреть хотя бы, что там внутри находится. Я думаю, это в моих силах, так что давайте это сделаем, посмотрим, что там внутри. Сейчас разберу, но перед тем, как разбирать, конечно же, нужно его отключить от сети. И он уже отключен от сети, но, однако, видно, что светодиод на USB-зарядке светится. И светится он достаточно длительное время. Это говорит о том, что здесь довольно большая емкость конденсаторов установлена в зарядке. Что само по себе ни о чем не говорит, но в данном случае больше, лучше, чем меньше. То есть конденсаторы тут будем считать, что нормальные, по крайней мере, по емкости. Но из того, что здесь не нормально, это винты, на которых это все закручено. Зачем-то производитель использовал винты с нетрадиционной ориентацией, скажем так. Но на этот случай у меня есть специальная отвертка, хотя и обычной плоской отверткой при большом желании их можно открутить. По крайней мере, у меня это раньше получалось. Так, винты открутил. Ну что, дополнительных проблем при разборке не вижу. Ну и вот то, о чем я говорил. Вот есть на входе автомат, автоматический выключатель, то есть он при превышении тока, при коротком замыкании, возможно, сработает. Я не буду проверять его качество, но, по крайней мере, он должен сработать. Далее установлен выключатель. Ну, самый обыкновенный выключатель с неоновой лампочкой подсветки. Очень хорошо. На нем тут есть некая схема. Мы попозже разберемся, что это за схема. Ну и, в принципе, все. И вот этот вот импульсный блок питания, то есть это USB-зарядка. Ну и объясните мне, пожалуйста, ну а где тут фильтр-то как таковой? Ну, не знаю, я его не вижу. Давайте, может, он вот здесь как-то спрятан. Но обычно я сейчас просто покажу фотографии тех удлинителей, которые действительно являются фильтрами. Вы увидите, что там немножко по-другому все устроено. То есть, видно, есть какие-то катушки, куча конденсаторов, там все такое. То есть, там я верю, что это действительно фильтр. А вот здесь-то что? Что тут является фильтрующим элементом или фильтрующими элементами? Ну, я не знаю. Ну, давайте более подробно разберемся, что тут как устроено. Зеленый, вот этот желто-зеленый провод, он идет сразу на шину заземления. То есть, на землю никаких конденсаторов, ничего нет. То есть, уже как бы фильтрация под вопросом. Далее два проводника. Один идет напрямую на выключатель. С выключателя идет сразу на вот эту шину. Питающую. Второй проводник идет через автомат. Проходит сюда. Идет тоже на выключатель. И тоже идет на вторую шину. Вот. То есть, питание подается сети напрямую вот сюда. Я не вижу тут никаких фильтров. Ну, возможно, фильтром является вот эта вот сложная схемка. Ну, давайте попытаемся понять, как она работает. Значит, отсюда идет проводник вот сюда. И что это? Это какой-то, ну, похоже, написано 2 А. Скорее всего, это предохранитель. То есть, идет на предохранитель один контакт. И все, дальше он никуда идет. Не идет. Все остальное питается через предохранитель. Далее, отсюда идет дорожка вот сюда и вот сюда. Здесь, между этим и этим, включен вот такой вот синий элемент большой. Ну, отсюда плохо видно. Но это либо конденсатор, либо варистор. В случае, если это варистор, то особого смысла в нем нет. Так как при превышении выходного напряжения его, конечно, пробьет, но при этом выбьет вот этот предохранитель. То есть, эта схема защитит саму себя, но никак не питающее, не питаемое устройство. Так что, ну, это не особо полезная штука. Также идет дорожка на вот этот элемент. Вот этот элемент, это конденсатор. Через конденсатор оно идет вот сюда. Отсюда оно возвращается, опять же, через предохранитель. И тут через светодиод идет, точнее, через резистор идет светодиод. То есть, единственный смысл существования вот этой вот платы всей в том, чтобы загорался светодиод. И как бы еще, непонятно, зачем этот светодиод на самом деле нужен, если и так в выключателе питания есть лампочка неоновая, она и так светится. То есть, она просто светится одновременно с этим светодиодом, который тут нафиг не нужен. Ну, и никаких фильтров здесь и близко нет. Выходит, что производитель, ну, либо нам соврал, либо я что-то не понимаю. На каких специализированных стендах что испытывалось, какая у него нафиг защита от импульсных высокочастотных помех. То есть, это все, ну, насколько я вижу, неправда. Опять же, может, я чего-то не понимаю. Шесть розеток – это правда. Выключатель с индикатором – это правда. Автоматический предохранитель, но он, по крайней мере, есть. То есть, к этому я придолбываться не буду. Рабочий, нерабочий, насколько он качественный, не знаю, но он хотя бы есть. Вот. Шнур питания с вилкой Евро Стандарт. Ну, вилка Шука стандартная. Допустим, два USB порта – это есть. Зарядка 2 А плюс 1 А. Ну, допустим. Максимальная рассеиваемая энергия помехи – 107 джоулей. А где она тут должна рассеяться, эта энергия? Вот непонятно. Как они тут намерили 107 джоулей? Ну, я, честно говоря, не знаю. Максимальное импульсное напряжение помехи – 6 кВт. Но, опять же, тут напрямую все идет просто на питаемое устройство. Куда эти 6 кВт должны попасть и к чему это должно привести? Тут максимум, что может случиться – это сгорит вот этот предохранитель, и светодиод не пострадает. Ну, вот это единственное что. Далее. Максимальный импульсный ток помехи – 4,5 кА. Это как это, где это, вообще к чему? Ммм, непонятно. Частота подавляемой ВЧ помехи от 100 кГц до 100 мГц подавляемой чем? Что тут должно подавлять помеху? А степень подавления ВЧ помех – 40 дБ. Опять же, чем это подавляется? Где? Каким нахрен образом? Вот время срабатывания – 1 нс. Что тут должно срабатывать за 1 нс? Ну, может быть, вот этот варистер, если это варистер, ну, хорошо, он сработает за 1 нс, и что? Ну, сгорит предохранитель, светодиод не пострадает. Питаемое устройство, ну, на его работу вот эта штука никак не реагирует. Ну, температура эксплуатации понятна. До плюс 50, я думаю, ничего с ним не случится. В общем, я даже не знаю, зачем всё это написали, если тут этого нет. Неужели нас хотели обмануть? Никогда такого не было, и вот опять. Ну, справедливости ради, стоит сказать, что мои претензии касаются только фильтрации. То есть, фильтра, которого тут нет. В остальном, если рассматривать это устройство как удлинитель, то здесь ничего криминального, обычный удлинитель, с ним как бы всё нормально. Корпус достаточно нормального качества, то есть, он в руках не разламывается, как у некоторых. Кабель, ну, 0.75 обычный кабель, 2 кВт я бы к нему подключать, наверное, не стал, 10 А. Но на более низких токах оно работать будет. Ну, и давайте, раз уж я сюда всё равно залез, раскручу USB-зарядку, покажу. Ну, в принципе, достаточно типичный блок питания, что и следовало ожидать. Питание здесь вот приходит через предохранитель, идёт на диодный мост, далее выпрямитель, ну, и, в принципе, всё стандартно, обычный импульсный питальник. Конденсаторы тут. Вот, китайские-китайские, вон, чонг-кейксы какой-то, хинг-дз, не знаю, что китайцы имели в виду, но они от балды придумывают такие вот названия, просто чтобы оно ни с кем не совпало, чтобы их не засудили за нарушение там законодательства о торговых знаках всяких. Вот они придумывают такие названия рандомные. Ну, и этой же фирмы конденсаторы по выходу стоят. В принципе, всё стандартно, ну, однако трансформатор не маленький, заявлено там 3 ампера, ну, как бы, 2 плюс 1, и, в принципе, это сколько получается? 15 ватт. Верю, что выдержат. Ну, а в остальном, обычный питальник, написано, что один порт на 1 ампер, второй на 2 ампера. Но, насколько я вижу по дорожкам, тут два разъёма просто запараллелены. То есть, никакой логики в том, почему один должен быть на 2 ампера, второй на 1, здесь нет. Здесь они просто включены в параллель. Средние выводы информационные тут и в том, и в том разъёме просто замкнуты между собой. Разные устройства на это реагируют по-разному, но в основном они, насколько я знаю, потребляют ток около 1 ампера в таком случае. Так что, в принципе, всё нормально. Особых претензий к этому блоку питания нет, ну, помимо качества конденсаторов. Ну, пока это работает, всё нормально. Но вот где фильтры, ну, не знаю, я не нашёл.